здравствуйте сегодня в программе по существу поговорим на тему проверок как известно после пожара в кимерове волна внеплановых массовых проверок захлестнула торговые центры по всей россии в чуваши проверки начались 28 марта чтобы следует специалисты и как обеспечат прозрачность и открытость этих мероприятий об этом сегодня поговорим в студии я ирина волкова и мы собеседник дмитрий валерьевич тимофеев начальника управления по соблюдению федерального законодательства прокуратуры чувашской республики здравствуйте здравствуйте дмитрий валерьевич проверки торговых центров в чуваши уже начались они сейчас идут и вот хотелось бы для начала узнать общее количество торговых центров которые будут проверены в чуваши и в частности в чебоксарах проверка это проводится на основании поручения генеральной прокуратуры и объектами проверок названы не только торговые развлекательные центры но и иные места массового пребывания граждан в том числе центры досуга детские и ряд иных объектов но в первую очередь конечно же проверками будут охвачены именно торговые развлекательные центры которых у нас в республике 28 из них 14 находится в городе чебоксары то есть наиболее крупные торговые центры в которых есть развлекательные центры все эти объекты до одного у нас будут проверены вместе со специалистами с инспекторами пожарным противопожарной службы предметом проверки является соблюдение законодательства о безопасности этих объектов прежде всего противопожарной безопасности и оценка будет дана их соответствует всем абсолютно нормам действующего законодательства регулирующего эти вопросы но когда комиссия приходит соргоразвлекательный центр что проверяют в первую очередь на что обращают особое внимание конечно же учитывая повод который явился основанием для проведения этих проверок в первую очередь будут рассмотрены вопросы наличие противопожарной сигнализации доступности эвакуационных путей их соответствия требованиям и нормативам противопожарной безопасности то есть в первую очередь именно те соблюдение тех норм которые регулируют своевременное оповещение людей возникновение пожара и их эвакуацию быстро но на этом проверке конечно же не ограничиваются то есть как я уже сказал это основные первые главные вопросы которые мы смотрим но оценка будет дана соблюдение всех противопожарных нормативов и опытным путем проверяют и еще и документацию правильно конечно же да в состав таких комиссий помимо работников прокуратуры входят и специалисты мчс и в том числе специалисты пожарных лабораторий у которых есть специализированное оборудование для проверки работа работоспособности противопожарной сигнализации соответствие этой сигнализации установлен нормативом том числе по громкости и звучания ну и иные инструмента инструменты для лабораторных исследований по всем направлениям какие нарушения чаще всего встречаются ну проверки настоящее время у нас только начаты продолжаются но первые самые наши визиты в торговые центры уже говорят о том что в кинозалах которые есть при торгово-развлекательных центрах либо отсутствует система оповещения пожаре которая должна быть синхронизирована с общей сигнализации либо она не соответствует по своим параметрам то есть люди во время просмотра кинофильма ее могут не услышать и еще какие-то нарушения ну и по ходу и конечно же да ну конечно же по путям эвакуации чем практика показывает чем дольше объект не проверяется тем больше появляется различных предметов которые стоят на пути этих эвакуационных выходов которых там быть не должно такие факты тоже имеются вот отдельная тема по детским центром все мы ее затронем с вами прописано ли в законодательстве что должен детский центр находиться не выше второго этажа такая норма есть в своде правил который называется общественные здания и сооружения это обновленные так называемые снипы которые раньше еще с времен советского союза существовали действительно есть в своде правил общественные здания и сооружения 2012 года пункт 542 в котором указано что детский игровые зоны следует размещать не выше второго этажа и не дальше 20 метров от эвакуационного выхода проблема заключается в том что в соответствии с федеральным законом технический регламент безопасности зданий и сооружений у нас общее обязательными являются национальные стандарты и своды правил вот эти национальные стандарты их перечень утверждается конкретным поставлением правительства российской федерации и при утверждении вот этого перечень национальных стандартов этого постановления правительства я назову 26 декабря 2014 года номер 1521 он включил этот свод правил который назвал в перечень национальных стандартов но исключил из него ряд статей и в том числе вот эту статью 542 поэтому на сегодняшний день мы не можем сказать что это норма носит законодательный законодательную силу так скажем то есть во время проверки можете рекомендовать во время проверки во время проверки конечно же мы будем обращать на это внимание дело в том что вот этот свод правил он обязателен при проектировании объектов если мы увидим что при проектировании какого-то торгового центра были заложены эти требования но впоследствии в ходе эксплуатации были внесены изменения в результате чего возникли нарушения то конечно же этому будет дана оценка сейчас вот много возмущений по поводу того что проведутся эти проверки но также для галочки как вот сейчас будет обеспечена открытость этих мероприятий ну давайте на себя как представитель органов прокуратуры возьму такой ответственности скажу что нами для галочки ничего не делается тем более это проверки они находятся на ежедневном контроле в том числе и руководство прокуратуры республики мы докладываем что у нас за каждый день рабочие сделано проверка является межведомственной поскольку участвуют еще сотрудники органов мчс в первый день когда мы начали проверки у нас были привлечены и средства массовой информации то есть по моей информации в два самых крупных торговых центра когда пошли наши сотрудники с проверкой там же находились и специалисты и сотрудники средств массовой информации которым в принципе оказывалась всемирная поддержка так скажем не препятствовалось осуществление ими работы то есть они могли смотреть наблюдать мы наши сотрудники и сотрудники мчс по ходу проверки давали какие-то комментарии в принципе эта работа будет продолжена ну и я здесь сейчас в этой вашей студии нахожусь тоже говорю о том как идет ход этой проверки какие нарушения выявляются поэтому я думаю все таки открытости прозрачности этой проверки нами обеспечено любое средство информации представители который захочет участвовать его просьба будет удовлетворена ну и по окончании этих проверок мы планируем организовать уже пресс-конференцию и доложить конкретных результатов две недели будут эти проверки то есть где-то в середине апреля нам ждать вот такой большой пресс-конференции по итогам я думаю да там будет озвучено в каких торговых центрах какие были нарушения до будут уже готовы так скажем процессуальные акты проверок конкретных которых будет закреплена все результаты в том числе нарушения и соответственно мы их можем озвучить и озвучим в том числе и меры ответственности и меры по устранению которые будут приняты с какой теперь периодичностью будут обследовать пожарную безопасность торговых центров ну то есть не закончится ведь через две недели все эти проверки каков дальше план действий ну так скажем мы будем проверять объекты до тех пор пока в них не будет установлено последнее нарушение то есть до последнего момента пока у нас не будет сведений о том что эти объекты полностью соответствуют требуем законодательства мы эти проверки не прекратим что касается мест массового пребывания людей они тоже войдут в проверки но это уже будет после торговых центров учитывая те временные рамки которые нам поставленные задача по срокам которые нам поставлена конечно же в первую очередь мы охватим все объекты с массовым пребыванием именно торгово-развлекательные центры далее охватим места массового пребывания детей ну и у нас есть имеются списки объектов всех объектов чуасской республики которых так скажем люди находятся массово в том числе и круглосуточно в дальнейшем мы соответствии с планом собираемся охватить проверками их просто может быть чуть позднее все дмитрий валерьевич спасибо большое за содержательный разговор я думаю это не последняя наша беседа на тему проверок потому что это очень серьезная тема я еще раз напоминаю что с нами был начальник управления прокуратуры чуасской республики дмитрий валерьевич тимофеев до свидания украинской республики дмитрий валерьев